Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, Ваше Высокопреосвященство, господин кардинал Кох, Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Гагуччи, архиепископ города Бари, преподобный отец, настоятель общины монашеской в Бари, где хранятся мощи святителя и чудотворца Николая, уважаемые высокие представители государственной власти, Дорогие отцы, братья и сестры, у нас сегодня совершенно особенный день. Он, несомненно, будет вписан в историю Русской Церкви и в историю нашего Отечества. В день празднования крещения Руси, в день памяти святагоровно-апостольного князя Владимира, мы провожаем из России мощи святителя и чудотворца Николая, которые впервые за 930 лет пребывания в городе Бари, покинули Бари, Италию для того, чтобы прибыть в Россию. В этом Макгоду мы празднуем много событий, но одно не празднуем, а со скорбью вспоминаем. Это столетие революции. Революция разрушила исторический уклад жизни нашего народа и проходила под девизом не просто демонтажа, ликвидации старого стороя, но, наверное, в первую очередь под девизом ликвидации Церкви. И все это сопровождалось провозглашением таких якобы ценностей, как равенство, братство и свобода. И уже тогда люди способные мыслить не так, как их учат силу и принуждение, а свободно мыслить понимали, что в этом революционном пафосе какая-то страшная ложь, невозможно говорить о равенстве, о братстве, о свободе, о всем том, что принес Христос в жизнь человеческого общества, в человеческую цивилизацию, одновременно уничтожая физически всякое христианское наследие. мы знаем, что сотни, тысяч, а может быть и миллионы, потому что никто точно не знает статистики, погибли верующих людей только потому, что они не отказывались от Христа. Мы знаем, что абсолютное большинство всего нашего епископата было не просто умершлено, умершлялось через страшные пытки и издевательства. Десятки тысяч священников и монахов были уничтожены, и почти все храмы были закрыты, и в лучшем случае использовались утилитарно для обычных нужд светских, либо стояли до недавнего времени, а некоторые из них стоят еще и сейчас, как руины, напоминавшие об этом страшном прошлом. Совершенно очевидно для меня и другое, что в тот год, когда государь-император Николай II вынужден был отказаться от царства, и затем последовали страшные революционные события, что в столетие воспоминаний об этих двух событиях по неизреченному божественному промыслу в Россию принесены мощи святителя Николая. Ни годом раньше, ни годом позже. И никто специально к этой годовщине это событие не готовил. Вы знаете, что договоренность о принесении мощей была достигнута во время моей встречи в феврале прошлого года на Кубе со святейшим Франциском Папой Римским. И я хотел бы выразить через присутствующую здесь делегацию самую мою глубокую, искреннюю, братскую благодарность Папе Франциску. Это тоже с его стороны был непростой шаг, потому что 930 лет мощи не доставались из того склепа, в который они практически вмурованы. Я вижу в этом, конечно, действия силы Духа Святаго, который привел меня к этой беседе с римским Папой в 16-м году, который, несомненно, одухотворил всех тех, кто в католической церкви принимал решение о приносе в Россию этих мощей. И получилось так, что раньше невозможно было и сделать. Принесение мощей совпало со столетием самых страшных потрясений в жизни нашего народа и огромных потрясений в жизни Европы. Что же это такое? Случайные совпадения? Ну, наверное, люди, которые не верят в то, что существует иной мир, мир трансцендентный, мир внечувственный, так и скажут. Мол, расписания совпали. Мы так сказать не можем. Именно Господу было угодно, чтобы в этот год вспоминаний о страшных и роковых событиях в истории нашего Отечества святитель Николай пришел на Русь, на ту самую Русь, которая ее любит так, как не знаю кто еще. И свидетельством этой любви явилось то, что за эти 69 дней пребывания мощей в России около 2,5 миллионов людей приложились к святым мощам. Я говорю «около», потому что до этой цифры не хватает нескольких тысяч. Но мы не сейчас увозим святые мощи. Они еще некоторое время в течение этого дня постоят. И я видел, какое огромное количество людей еще хочет поклониться этим мощам. Не знаю, будет ли достигнута эта цифра, о которой я сказал, но не в этом суть, а суть в том, что современные люди в современной стране не просто пришли поклониться святителю Николаю. Они стояли по 6, 8, 12 часов в очереди. Стояли под дождем, потому что год очень дождливый, под ветром. Не было ни одного слова ропота. Больше того, когда кому-то говорили, учитывая возраст и состояние здоровья, может быть, вам вперед пройти, мне рассказывали эти замечательные случаи, когда люди говорили «нет, мне важно не просто подойти к святителю Николаю, мне нужно постоять в этой очереди, мне нужно подвиг какой-то на себя принять и помолиться». Не только в то мгновение, когда уста прикасаются к овчегу с мощами, но и более продолжительное время. И это народное стояние. Вот что потрясает наших современников. Правда, к сожалению, у нас так устроены средства массовой информации, что о любом протестном митинге, собирающем 2-3 тысячи человек, говорят куда больше, чем о поклонении мощам 2,5 миллионов. Но оставим это на совести тех, кто занимается средствами массовой информации. Без всяких средств информации уже сегодня мир знает об этом чуде святого Николая, которое совершено в год столетия нашей революции, страшного перелома в жизни нашего народа. И опять-таки никто не предугадывал совпадение сегодняшнего дня с прощанием со святителем Николаем. День сегодня особенный. Мы вспоминаем святаго равноапостольного князя Владимира, мы вспоминаем крещение Руси. Мы молились сегодня особенно о народе нашем, о всех тех странах, которые входят в пастырское окормление Русской Православной Церкви. Мы молились сугубо об Украине, о прекращении междоусобной брани, о том, чтобы зло, злоба, ненависть ушли из жизни благочестивого украинского народа, о том, чтобы восстановились все связи между членами одной семьи народов, вышедших из Киевской купели и крещения. И то, что наша сугубая молитва об исторической Руси, о России, Украине, Беларуси и других странах совершалась сегодня перед ковчегом святителя и чудотворца Николая, тоже исполнена глубочайшими смыслами. Святитель Николай приехал, прибыл к нам, чтобы поддержать наш народ, чтобы укрепилась его вера, чтобы никакие соблазны, которые сегодня нам предлагаются, и посредством неких интеллектуальных диалогов, но уже более всего посредством конкретных политических решений, чтобы все то, что сегодня происходит вокруг Отечества нашего, не разрушило духовной основы жизни наших людей. И верим, что святитель Николай будет ходатайствовать пред лицом Божиим о нашем народе, о сохранении веры православной, о губкреплении нравственности, о сопротивлении и всяким соблазном, искушением, которые не просто приходят к нам через средства массовой информации, но которые навязываются в том числе и силой политического воздействия. Мы должны сохранять веру, мы должны сохранять евангельские нравственные принципы, мы должны, если хотите, идти против течения, если это есть узкий путь, ведущий в Царствие Божие. святитель и чудотворец Николай уже многим помог. Я имею какие-то совершенно удивительные свидетельства. Я не могу называть имя и когда это было и где это было, но вот один случай, который меня просто потряс. Совершенно больной человек, от него отказались врачи. Он встал в эту длинную очередь. Никто не мог представить, что он дойдет до мощей святителя и чудотворца Николая, но он дошел. И когда он выходил из храма, он почувствовал себя хорошо. Мы не знаем, отступила ли болезнь, но появились силы, с которыми этот больной человек связывает чудо святителя и чудотворца Николая. Я просил, чтобы в храме Христа Спасителя, а также и здесь, в Александра Невской, в Лавре, записывались все эти рассказы. Это не значит, что всем нужно одинаково верить, всякое бывает с человеческим сознанием, с его психикой, но наверняка в этом перечне чудес святителя Николая мы найдем нечто, что будет реально подтверждено. и все это должно еще раз укрепить нашу веру. Святой апостол Павел в послании, которое мы сегодня слышали, говорит, я проповедую то, что не от человек принял, а от самого Господа Иисуса Христа. И это мы можем отнести к церкви. Если бы она проповедала от человеческой мудрости, от человеческой фантазии, от человеческих заблуждений, как в этом нас хотят некоторые обличить, то ничего бы давно не осталось от христианского свидетельства, которое прошло через две с лишним тысячи лет, через разные культуры, через восток-запад, которое хватило весь мир, но просто чисто практически отнестись к этому феномену христианства в человеческой истории. Это можно объяснить человеческими заблуждениями? Это можно объяснить человеческой мудростью? Нет. Потому что проповедь наша не от человеческой мудрости, а от Господа Иисуса Христа. И явление чудес от святителей и чудотворца Николая величайшее подтверждение этим словам апостола Павла, которые мы сегодня слышали за божественной литургией. Сегодня мы простимся с этой частицей мощей, но никогда и ни при каких условиях народ наш не расстанется со святителем и чудотворцем Николаем. Его икона почти в каждом доме. После молитвы к Спасителю и Божией Матери мы молимся святителю и чудотворцу Николаю. Мы его любим, мы чувствуем его силу, а значит он всегда будет с нами. Его молитвами да хранит Господь землю нашу, церковь нашу, да хранит Господь все христианство по всему миру, сохраняя христиан и Востока и Запада от всяких дьявольских искушений и в способности оставаться верными тому, о чем нам сегодня сказал апостол Павел. Я еще раз в завершении своих слов хотел бы выразить благодарность вам, дорогие братья, прибывшие из Италии, и прошу передать мою глубокую благодарность его святейшеству Папе Франциску. Я думаю, что привезение мощей святителя Чудотроса Николая так много сделало в примирении Востока и Запада, как никогда не делало никакая ни дипломатия, ни светская, ни церковная. Его молитвами да хранит Господь всех, кто призывает сердцем своим Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ему же слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. С праздником поздравляю вас! Иисуса Христа